Сейчас мы в районе Новокосулино. Здесь лежат березы по периметру поселка. В поселке, говорят, пострадала пара домов, но основной удар урагана все-таки пришелся на мельницу, куда мы сейчас и доберемся. Вот так сейчас выглядит дорога в коттеджном поселке Мельница. Вдоль этой дороги груды мятого металла. Ну вот мы в Мельнице. Здесь, как видим, жертвой ветра стало несколько секций забора. Сейчас заберем сюда крышу. Вот один из пострадавших домов. С него сорвало приличный кусок металлочерепицы. Ну вот этот вот здоровенный кусок крыши слетел с одного из самых, наверное, пострадавших домов в поселке. Вон он двухэтажный. Раньше на нем была вполне симпатичная конусообразная коричневая крыша из металлочерепицы. Теперь он ее лишился. Крыша убежала вместе с деревянной конструкцией, на которую она крепилась. А, ну вот, кстати, тоже видно, что левая сторона крыши дома улетела. Улетела она, соответственно, сюда. То есть пролетела, по-хорошему, метров пятьдесят. И это кусок, который, ну, размерами, не соврать, метров шесть, наверное, в длину. Метров шесть в длину. Все-таки договорю. По словам местных, летали не только огромные куски металла, но и достаточно скромные. То есть примерно вот таких размеров и меньше. Причем они и составляли основную опасность, потому что кусок металлочерепицы размерами метр на метр, который летит как кусок бумаги на этом ветру, он способен причинить гораздо больше неприятностей, чем здоровенная металлическая куча, которая может полететь максимум, максимум метров пятьдесят.